В Код-Дивуаре продолжается противостояние между Лораном Габагбо и Алассаном Уатарой, каждый из которых настаивает на том, что одержал победу на президентских выборах. 24 марта представитель ООН по правам человека в этой стране сообщил, что за последние дни вооружённые конфликты между двумя лагерями привели к десяткам смертей. В результате общее число жертв многомесячного противостояния возросло до 462 человек. Чиновник ООН также отметил, что силы лояльной Габагбо проводят хаотичные артобстрелы и атакуют всех, кто, по их мнению, поддерживает Уатару. Он говорит, что среди последних жертв таких атак есть женщины и дети. «Эти специальные подразделения, подкреплённые молодыми боевиками, также вторглись в такие районы, как Аджами, Атикубе, Вильямсвиль и Йопугон. Они без разбора применяют взрывчатку и оружие в отношении людей, которых подозревают в поддержке Уатары». Тем временем Габагбо отрицает применение оружия к мирному населению. После ноябрьских президентских выборов мировое сообщество признало президентом Код-де-Вуара Алассану Уатару. Однако Ларанг Багбо отказывается уступить кресло главы государства и удерживает контроль над большей частью вооружённых сил страны. «Эти хаотичные грабежи и атаки против мирного населения закончились смертью 52-х человек, включая пятерых детей и семи женщин. Кроме этого, десятки гражданских были ранены». На прошлой неделе миссия ООН в Код-де-Вуаре заявила, что контролирует ситуацию в рамках своего мандата и примет меры против использования тяжёлого вооружения. В свою очередь, правительство Багбо неоднократно отрицало обвинение в использовании миномётов и гранатомётов против гражданских лиц и обвиняет миссию ООН в том, что она заняла сторону повстанцев, пытающихся его свергнуть. По мнению экспертов, вооружённые столкновения в стране могут перерасти в гражданскую войну.